Привет, девочки и мальчики. Сегодня суббота, я уже отработала, я побыла и в Еве, и в Авроре. Иду сейчас домой, и улица жуткий дождь. Ну, улица жуткий дождь, и все кричат, что сегодня плохая погода, а мне она так нравится, я так кайфую. Но он такой дождик, вполне сносный. Я сейчас приду домой и покажу вам, что я купила. Может, кому-то будет полезным. И сейчас сниму полноценный влог. Нет ни желания, ни возможности, в принципе ничего не происходит, поэтому буду кусочками что-то вам скидывать, записывать. Еще бы помонтировать то, что осталось, было бы все зашибись. Ну что, девочки, я уже пришла и мальчики домой показывают, что купила. Купила свой любимый скраб для тела, вот такой зеленый. Обожаю его, только им пользуюсь. Дайте. Купила Ортофен, это мои таблетки, которые спасают, когда у меня простывает нервы где-то в попыроку, только они спасают. Купила вот такую помаду под тряси ледо. У меня есть похожая, ну как похожая, такая самая, только в восьмом оттенке. Сейчас открою. У него такой магнитный защелкиватель. Взяла с таким розоватым оттенком. Ой, какая она красивая, боже, классные помадки и очень приятные на губах. В Авроре взяла пилочку стеклянную. Блин, я ее перевернула другой стороной, потому что я ногти сейчас не крашу, так обрезаю их и стеклянная пилочка как раз будет впрок. В Еве была акция 2 равно 3. Взяла себе вот таких 3 патча коллагеновых, нравится мне. И по акции были прокладки вот такие. Из товара для здоровья взяла витамин С. Это тоже тот случай, когда он мне помогает избавиться от хандры. Потому что я не заболею, потому что я выпью витамин С, пропью и будет все хорошо. И что-то в последнее время от войны стала переживать. Купила себе Carvalment. Две таблеточки под язык и нервы спокойны. Вот такие покупочки. Я вам сейчас буду жаловаться. Значит, чтобы вы понимали, это мой набор. Подождите, не все. Мой набор консилеров, но есть одно но. Смотрите цвета. Вот этот консилер я когда-то купила, потому что обещали, что он будет плотный. Сейчас я вот так вот. Он плотный, но он белый. Стоит. Дальше купила, даже не купила, мне попался вот такой консилер. Но он желтый и совсем не покрывает ничего. Купила вот этот консилер, но он слишком белый, но я его каким-то образом использовала. Затем я купила свой любимый консилер Fit Me. Но он мне достаточно плотно покрывает мне лицо. Дальше я опять купила Farmacy. У него хороший оттенок, но он недостаточно плотный для меня. Дальше я заказала коллаген. Он обалденно плотный, он приятный, но он темный. Ну куда? Куда мне такой консилер стоит? Решила заказать посветлее. Думаю, буду смешивать. А он пришел еще темнее, чем надо. Поэтому, девочки, я сейчас буду химичить. Буду смешивать что-то с тем, чтобы получился какой-то хоть оттенок. Девочки-мальчики, заказала себе подушку. Она китайская. О, это еще и наблость с наблочкой, прикиньте. Вот такая вот прикольная подушка. Какие-то лейбы. Отдала за нее 400 гривен. Ну, вроде мягенькая. Надо потестить будет ее сегодня. Уже буду спать. Мне сейчас ее отпаривателем отпарю. Вроде ничего, такая низенькая, как я люблю. Посмотрим. Потому что я уже не знаю. Мне так отекает лицо от того, что я плохо сплю. Правильная подушка. Вот. Буду тестить. Как говорится, Китай, он и в Африке Китай. Смотрите, открыла. Здесь тупо поролон. Типа, вообще, тупо один поролон. Ну как, он хорошо набит. Это просто чехол, типа, в ней. Я как распарю, немножко разойдется. Ну, такое. Такое. Ладно. Поспим, посмотрим. Собственно говоря, наша эффектива прикалывается. Я еще в поиске идеальной подушки. Вот. Потому что не везет мне что-то с ними. Ну, попробуем. Вроде как удобно. Ну, надо поспать, чтобы понять. Мне вообще мало какая подушка подходит. До этого я спала на подушке за 200 гривен с Аликой. Чисто пену. Вот надо такой только профессиональный будет себе купить. Вот. Ну, это удобно. Ну, все, подушка отстой и решила вернуть. Потому что оно того не стоит. Так что, завтра буду возвращать. Кукусики, включаясь к вам с новой информацией. Значит, некоторое время назад я купила себе... Приветик. Я купила себе кокосовое масло для того, чтобы полыскать рот. Потому что там много пользы, отбеливание, убирать никого и все такое. Но я купила пищевое масло. Оно рафинированное. Немножко не то. Теперь оно у меня стоит. И я только на нем могу готовить. И потом я нашла в интернете нужное масло. И заказала его на промо. Маленький элитраж. Оно у нас extra virgin. То есть оно не рафинированное. И можно полоскать рот. Вот. Я сегодня пополосю. Расскажу вам, что это вообще такое. И давно уже хотела еще раз купить скребки. Вот такие для языка. Чтобы соскребать на лед. И там как раз надо было заказать. Вот, сказать, какие-то гривен. И я себе кинула вот такие скребки. Я уже пользовалась подобными. Мне понравились. Я уже в бане взяла кокосовое масло. Сначала я купила вот такое. Обычное. А сейчас его пользуется вот таким. Это уже конкретно пахнет кокосом. Честно сказать, я не люблю запах кокоса. Ну, тем не менее. Оно застывается естественно. И надо отколырять. Я не вижу. Ну. Это вот так. Набираю рот. Растапливаю. И то еще уходит. Оно такое жирное. У меня. Просто не спло. Ну, самое приятное ощущение. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Жирное ощущение во рту, но приукус кокоса имеется. О результате можно будет сказать уже спустя время. Потому что оно имеет отбеливающий эффект тоже. Ведь написано, что оно подходит для отбеливания зубов. Для увлажнения кожи. И для улучшения воды. Чтобы не пробовать и не постирать. И дешевых миллионов летия.